всем привет ребята даня зевс мы находимся у меня дома мы запускаем новую рубрику обучалки от зевса вот не знаю сколько будет выпусков посмотрим как вам зайдет вообще я надеюсь вам это зайдет обязательно поставьте лайки в конце видео напишите комментарии что вам понравилось что нет и моя задача делиться с вами опытом своим рассказывать всякие какие-нибудь секретики по контра страйку потому что раньше я занимался тренировками зевский берскул все дела но сейчас у меня просто нету времени я не хочу брать людей за это деньги я хочу просто делиться своим опытом рассказывать показывать и мне это нравится я хочу что я считаю что таким образом за счет вот таких вот обучалок можно сократить свое время и начать реально хорошо прогрессировать начнем с 1 1 у нас сегодня выпуск такой вот распространенный вопрос и сам такой вот с чем я столкнулся момент это когда ты примеру либо давно не играл в counter-strike либо ты ушел в отпуск как у нас это бывает и тебе нужно за короткий период времени набрать форму и начать наказывать первое что естественно падает так сказать и ухудшается после отдыха это конечно же стрельба да то есть все приходят и там не играл в контур страйк около двух недель начинаешь играть ты никого не можешь убить естественно нужно поднял поднимать стрельбу я сейчас много работаю над своей стрельбой реально сложно это играть на мировом уровне когда есть такие жесткие стрелки которые тебе показывают просто что ты капитан капитанчик и если ты чуть-чуть по стрельбе не дотягиваешь тебя можно просто легко перевернуть и при этом нужно быть капитаном такой команды эмоциональной команды navi первым делом ребят мы начинаем со стрельбы значит у нас есть какие самые распространенные варианты для стрельбы это дизмач и им карты фраг шаг тут вообще всегда карта дас 2 самая такая карта для им а распространенная а и вы можете работать в принципе на статистику то есть для чисто для себя то есть вы всегда знаете что на этой карте вы допустим зашли и там к примеру так как вы только пришли сотку с кого не сильно разыграны вы можете набить там один к одному статистику там набить допустим 150 фрагов 150 смертей да затем вы постепенно начинаете прогрессировать и начинаете улучшать свою статистику у вас должна быть какая-то цель то есть примеру там вы должны набить там один к двум для начала да то есть там вы понимаете потом примеру поставить себе цель один к трем я знаю что у нас когда мы едем на турнир simple там электроник находится в жесткой форме когда они я вижу что они много тренируются я примерно вижу что у них всегда такая статистика примерно 1 к 3 идет на таком дизматче примеру там 150 фрагов 50 смертей да и я знаю что ребята как бы сейчас хорошей форме и все хорошо вот вы в принципе можете себе поставить такую я рекомендую поставить такую одну задачу это работать на статистику и улучшать ее постепенно ежедневно и так далее но это первый такой самый простой элемент который который предлагаю вам обратить внимание и дальше у нас идет это а им карты я считаю что на им картах очень жестко можно улучшать свою игру примеру давние времена у нас команда нави когда она еще только собралась у нас была такая как бы задача или установка мы всегда играли им карты перед официальными матчами причем играли друг против друга как правило разыгрывались вот если приезжали куда-то на лан и я могу сказать что это очень жестко качает стрельбу потому что ты постоянно на им карте стрельфуешься и фишка в том что в день вы должны тратить в начале когда вы набираете форму примерно минимум 2-3 часа именно на стрельбу то есть французы сумасшедший скрим там nbk апекс они вообще по пять часов тренируют тупо стрельбу постоянно я не считаю что нужно постоянно только тренировать стрельбу потому что естественно в какой-то момент нужно развиваться и по другим направлениям но что такое у нас какие-то у нас какие-то расклады происходят мы не можем зайти ладно это не суть в том же суть в том что вы тратите много времени на стрельбу играете там по три по четыре дема и три-четыре аим карты вот примерно один дем там длится 20 минут сыграли там два-три дема записали себе там статистику как вы там играете пошли там отдохнули развеялись перекусили пришли играете аим карту вот первую там первые там пять дней когда начинаете тренироваться когда вы входите в режим вот нужно акцентировать на этом внимание дальше после того как вы потренировали аим карты дм вы уже чувствуете стрельбу конечно же нужно переходить в этот же в эти же дни переходить играть 5 на 5 можете играть там фэйсит к нам на лигу заходите циски спортс у нас идет хорошее развитие много народу играет хороший античит играть нужно примерно в день 4-5 можно сказать праков 5 фэйситов чего угодно 5 на 5 потренировали жестко стрельбу ну а что вы хотели да вы скажете да не как так вот так вот получается 3-4 часа на стрельбу 5 часов на фпл чисто чтобы вы начали в игровом плане приходить в себя получается 9 часов 9 часов в день это то что на что мы акцентируем внимание самом начале когда вы хотите вернуться после мы начинаем качать в принципе все направления тактическом плане смотрим демки что для того чтобы в чем идея в том что допустим вот команде нужен новый игрок вот допустим ты тебе нужен игрок допустим вот команду просто там нужен игрок и вот из вас есть молодежь которая хочет попасть которая прогрессирует тренируется фишка в том что когда ты берешь себе игрока то этот игрок должен понимать и знать мировые расклады в кс чтобы он сразу мог легко войти в кому прийти как бы к общему пониманию в команде если у нас есть там к примеру там у команды есть какие-то тактики естественно ты можешь сразу подстроиться под эти расклады потому что у тебя есть знания как их использовать потому что ты их видел ты их уже оттачивал то есть это такое индивидуальное развитие которое должно у вас быть присутствовать если вы хотите пробиться и попасть там в топовую команду к примеру дальше это также связано понятно со стрельбой что вы должны хорошо стрелять это связано с гранатами вы должны знать много гранат как правильно как ими пользоваться и так далее это знать фишки всей тенденции контра страйка для этого нужно смотреть много демок для этого нужно правильно смотреть демки и мы об этом будем говорить с вами в следующих выпусках вы должны обязательно не раздупляться в таймингах вообще что происходит на карте ну и конечно же как в каждой на каждой карте у вас должно быть общее понимание чем она будет стоять выше тем вам будет проще играть и вам будет проще попасть адаптироваться в ту команду которую вы попадете в топово собственно говоря по каждым элементам предлагаю постепенно работать развиваться и улучшаться для того чтобы иметь хорошие перспективы но начинаем все самого простого начинаем со стрельбы со статистики и чтобы вы улучшали свой рейтинг на том же деме на им картах и играть конечно же файсов еще могу сказать что по поводу файсов то есть мое предложение следующее если вы хотите вот мы будем работать по вот моей такой вот программе то мы начнем я предлагаю не распыляться взять одну карту к примеру это будет любую как вы хотите там можете писать комментариях выберем большинству ну допустим там сейчас возьмем первое у нас пускай будет даст 2 да такая стрелковая карта вот и я предлагаю говорить об этой карте постоянно смотреть и играть стараться эту же карту на том же файсе то есть у нас была такая общая программа которая дает возможность тебе прогресса со всех сторон на самом деле кажется ну что там эта карта вот у меня некоторые знакомые которые не сильно разбираются в контра страйке они говорят и что вот вы играете постоянно одни и те же карты типа ну уже все же известно ну суть в том что да вроде как бы известно но постоянно что-то происходит новое люди приходят придумывают новые тактики постоянно новые какие-то расклады фишки и естественно как бы кажется одна карта на самом деле не так все просто и